Сегодня вебинар, посвященный развитию умений говорения с учебниками серии Вундеркинда Плюс, создательства посвящения. То есть поговорим мы сегодня о том, как развивать умение, продуктивное умение устной речи при обучении немецкому языку как первому иностранному. Но если вдруг вы подключились к вебинару, а преподаете в основном второй иностранный язык, то вам вебинар будет также полезен, потому что принципы преподавания, принципы развития умений говорения, они и для первого, и для второго иностранного языка одни и те же. Меня зовут Латарева Мария Александровна, я кандидат педагогических наук, доцент департамента иностранных языков Национального университета Высшей школы экономики и автор учебников по немецкому языку серии Вундеркинда Плюс, Горизонты и серии под руководством НС Львовной Бим. У нас с вами общение сегодня будет идти в течение часа, и я попрошу вас все вопросы, какие у вас возникают, задавать по ходу презентации, потому что я время в конце презентации не буду оставлять для вопросов, мне кажется логично, если вы будете задавать вопросы прям по ходу информации, что-то вам непонятно, что-то вам неясно, что-то хочется уточнить. Итак, несколько слов о серии Вундеркинда Плюс. Как вы видите на слайде, УМК Вундеркинда Плюс со 2 по 11 класс, это учебники, которые охватывают все три ступени обучения, и начальную школу, и среднюю школу, и старшую школу со 2 по 11. И это единственная линия по немецкому языку как первому иностранному, которая вошла в федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в общеобразовательных организациях во всех трех ступенях. То есть это единственная серия, которая обеспечивает преемственность в преподавании немецкого языка как первого иностранного. Поэтому в моей презентации вы увидите примеры из учебников всех трех ступеней, и из начальной, и из средней, и из старшей ступени. И в конце презентации я включила несколько слайдов, в которых вы увидите номера учебников в перечне. А нет, номера учебников вы увидите прямо сейчас. Не в конце, а в начале презентации. Заодно сниму все вопросы, которые у вас, возможно, были бы, и все вопросы все решим с самого начала. Посмотрите, федеральный перечень для начальной школы, учебники Захарова, Цойнер, немецкий язык в двух частях. Это как раз второй, третий, четвертый класс. Это как раз те учебники, о которых идет речь. Немецкий язык, Вундеркинде Плюс. Дело в том, что в перечне в федеральном нет названий. У МК есть только авторы. И идет просто наименование предмета, немецкий язык. Поэтому я вас ориентирую на авторов. Захарова, Ольга Ивановна и Цойнер, Катрин. Они авторы начальной школы. Второй, третий, четвертый класс. Средняя школа. Обратите внимание, авторы Радченко и другие. Пятый класс, автор Яковлева. Далее Радченко и другие. Вот пять учебников. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый класс. Немецкий язык. Далее по списку идет немецкий язык. Второй иностранный язык. Нас это не интересует. Нас интересует. Начинаем с Яковлевой и заканчиваем Радченко, Цойнер, Биллер и другие. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый класс. И, наконец, старшая школа. Радченко, Латаева, Гудброд, немецкий язык. Базовые углубленные уровни, десятый и одиннадцатый класс. Обратите внимание, беспрецедентный случай. Первый раз в федеральном перечне, черном по белому, написано, что учебники рекомендованы для базового и для углубленного уровня. Но вы, наверное, знаете, что все учебники Вундеркинде Плюс, они сделаны, они так и называются, Вундеркинде Плюс. Как раз из названия следует, что все эти учебники могут быть использованы как в общеобразовательной школе на базовом уровне обучения немецкому языку, так и в школе с углубленным изучением немецкого языка. Кратенько на данном слайде представлены расширенные, обобщенные цели обучения к говорению, которые у нас требуют федеральный государственный образовательный стандарт, то есть его приложение в виде примерной основной образовательной программы. Посмотрите, чему мы должны научить наших детей в области говорения. Первый пункт – ввести диалог. Здесь вы видите в первом пункте виды диалога, которые у нас стоят в центре обучения. Диалог ведется в стандартных ситуациях неофициального и официального общения. То есть очень важные понятия для обучения к говорению – это различные ситуации общения. У нас ситуация общения будет и во втором пункте, где будут монологические высказывания. Диалог осуществляется на основе предметного содержания речи с опорой на некоторую помощь, на картинку, фотографию, ключевые слова. Необходимо при диалогической речи соблюдать нормы речевого этикета, чему мы тоже учим. Надо сказать, что это единственный предмет в школе, который в своих целях ставит в том числе и формирование некоторых понятий о речевом этикете. Второй пункт – создавать устные связанные монологические высказывания. Мы учим диалогу и монологу. Типы монологов соответствуют коммуникативным типам речи. Описание, повествование, характеристика. Опять же, во втором пункте в рамках монологического общения мы видим, что монолог у нас осуществляется также в ситуациях неофициального общения с опорой или без опоры. Посмотрите на разницу. Диалог в основном осуществляется с опорой на картинку, фотографию. Монолог может осуществляться также и без опоры. И, наконец, еще два пункта, которые относятся к пункту номер три. Это излагать содержание прослушанного прочитанного текста. Довольно привычный нам вид говорения, который обобщенно можно назвать пересказ. И последний пункт – это такой новый тип речи продуктивной. Это кратко излагать результаты выполненной проектной работы. То есть основные цели обучения говорению – это формирование умений диалогического, монологического общения, умение передавать содержание текста прослушанного и прочитанного и умение кратко излагать результаты проектной работы. Обратите внимание еще раз на то, что во всех этих случаях очень большую роль играет коммуникативная ситуация. Коммуникативная ситуация является главным инструментом обучения говорению. Обучение говорению – это очень важное целевое умение, которое является, на мой взгляд, основополагающим умением среди других коммуникативных умений, среди других видов речевой деятельности. Потому что речь, как таковая, она существует в различных формах, но главный инструмент – это, конечно, устная. Главный инструмент общения – это устная речь. И, тем не менее, овладение именно устной речью является для наших учеников достаточно трудным делом. Почему учащиеся боятся говорить на уроке? Почему люди, которые уже овладели иностранным языком на достаточно высоком уровне, порой боятся говорить в реальной жизни? На это существует множество причин. Я на своем слайде выделила только те причины, которые, как мне кажется, являются главными. Прежде всего, человек боится говорить, учащийся на уроке или в реальной жизни, потому что он не владеет средствами языка. Он не знает слов на немецком языке или он не знает грамматических явлений. Второй очень важный момент – это отсутствие содержания речи. То есть учащиеся просто не знают, что сказать. Вот есть в учебнике задание, выскажите свое мнение в отношении того, каким должен быть настоящий друг. Учащихся, скажем, пятого класса, у 70% учеников в вашей группе, скорее всего, нет сформулированного мнения на этот счет. Поэтому они молчат и ничего не могут сказать, потому что они не владеют именно фактологией, не владеют содержанием. Нечего сказать. Следующий важный момент – учащиеся боятся сделать ошибку. На самом деле, это, наверное, причина, устранить которую проще всего. Необходимо на занятии создать такую атмосферу. Прошу прощения, что это у меня решение, с которым я могу пройти. Прошу прощения. Прошу прощения. Меня многие поддерживают в чате. Да, действительно, дети говорят, я не знаю, что вам сказать на ваш вопрос. Вот что касается ошибки, вы просто-напросто создаете на занятии такую атмосферу, в которой учащимся ничего не будет за то, что они сделали ошибку в русле говорения. То есть нужно поставить в этом отношении, у меня достаточно жесткая позиция, на период занятия, на период задания, в рамках которого учащиеся сами продуцируют любое высказывание. Нигде они тренируются, мы сейчас будем говорить, что есть разные упражнения, подготовительные, тренировочные. Есть задания на непосредственную коммуникацию. И вот сейчас идет коммуникация, учащиеся что-то говорят, они высказывают свое мнение. Вот на этот период вам нужно в классе поставить просто мораторий на исправление, фиксацию ошибок и так далее. И мы потом с вами поговорим, как в таком случае оценивать учащегося. Но ошибки не должны абсолютным образом быть препятствием к говорению. Потому что вы прекрасно знаете, мы и на родном языке порой говорим с ошибками, и это совершенно не мешает нам понимать друг друга. Маленькие дети в начальной школе, во втором, третьем, четвертом классе, они еще не владеют русским языком на очень высоком уровне. И тем не менее они говорят, они высказывают свое мнение, а взрослые порой умиляются их таким иногда невынужденным грамматическим или стилистическим ошибкам. А в иностранном языке за каждую ошибку их карают оценки. Вот нужно ввести абсолютный мораторий на записывание и фиксацию ошибок во время продуктивного говорения. Ну и наконец последнее, нет мотивации к говорению, то есть учащиеся не чувствуют потребности в том, чтобы говорить. Мотивацией этой может не быть, либо отсутствие мотивации это следствие от выше обозначенных причин, либо это связано с характером ребенка. Такое бывает, когда ребенок просто не очень разговорчивый, не очень общительный. Это естественно его состояние. Пока его не дернешь, пока его не мотивируешь достаточным образом, он и говорит-то не будет, есть такие люди. Поэтому отсутствие мотивации это скорее всего более индивидуальная причина. Справиться вы с ней можете, но здесь нет единого для всех каких-то секретов. И мы сейчас будем в нашей презентации говорить, что нам нужно сделать, чтобы преодолеть эти обстоятельства. И прежде всего это первый и второй пункт. И если мы преодолеваем первый, второй пункт и ставим мораторий на записывание ошибок учащихся во время говорения, то я вас уверяю, мотивация к говорению начнет появляться. У меня сразу я вижу вопрос, Людмила Чубикова спрашивает, может ли она перейти на седьмой класс в андеркинды после BIM учебников. Абсолютно без проблем вы можете перейти. Никакой проблемы у вас не будет. Дело в том, что грамматика, например, обычно грамматика больше всего мешает, да, там дети что-то не знают. Грамматика у BIM чуть-чуть опережает, поэтому вы в седьмой класс перейдете абсолютно нормально с точки зрения грамматических явлений. Лексику, ну, доберете. Лексика в андеркиндах более разнообразная, более современная, более широкая по охвату. И, возможно, некоторое время будет не хватать лексических средств для решения коммуникативных задач. Но в андеркиндах есть такая прекрасная вещь, как ред и миттель, то есть опоры, которые к каждому заданию прикладываются. И эти опоры, они помогут все лучше и лучше овладевать лексическими средствами. Ну и постепенно вы дотянете своих детей до уровня, который требуется в андеркиндах плюс. Переходите и абсолютно ничего не бойтесь. Итак, ключевое понятие, которое мы с вами сейчас обсудим в рамках обучения на говорение, это коммуникативная ситуация. Как я уже сказала, вспомните второй слайд, коммуникативная ситуация – это главный инструмент формирования как монологической, так и умений монологической и идеологической речи. На схеме слева вы видите основные компоненты коммуникативной ситуации. Вот в трех кругах обозначены главные моменты, которые, главный вопрос, на который нужно ответить, формулируя коммуникативную ситуацию. Прежде всего, это, собственно, непосредственно два участника общения – their, spricht mit dem. И третий очень важный момент – это тематика-проблематика общения – ворюба. И эти три главных компонента, они расширяются вот этим треугольничком в середине – вас, ви. Вас – это как раз ответ на вопрос, собственно, содержания. А что я буду говорить на тему, заявленную в коммуникативной ситуации? А вопрос ви – это, собственно, вопрос лексики и грамматики. А как я буду говорить на эту тему? И вот, формулируя коммуникативную ситуацию, нужно обязательно учитывать, что все эти четыре компонента, важных на белом фоне, они должны в этой коммуникативной ситуации присутствовать. Остальные вопросы на периферии, которые находятся – ван, во, ворум, вотсу – это дополнительные характеристики коммуникативной ситуации, которые могут присутствовать в ее формулировке, а могут быть понятны просто имплицитно, поскольку коммуникативная ситуация, она не падает с неба, она живет внутри какой-то темы, и учащиеся, общаясь на эту тему, проходя эту тему, они, в общем-то, уже внутри каких-то основных параметров темы существуют. Вот приведу вам пример формулировки правильной коммуникативной ситуации. Сейчас в отрыве от какой-либо тематики, просто так вообще. Вот, например, такая может быть ситуация на тему школьной школы, которую вы формулируете ученику. Представь, что ты ученик, который приходит домой и рассказывает маме, как он провел свой школьный день. Пожалуйста, тематика у вас там «Тагасаплаух», «Шулейбен», и два есть участника коммуникативной ситуации, ученик, его мама. У нас есть тематика коммуникативной ситуации «Как я провел свой школьный день». И вы видите, нам в коммуникативной ситуации не хватает среднего компонента «Что я буду говорить и как я буду говорить». И вот очень хорошо добавить эту коммуникативную ситуацию, расширить. Следующими моментами. Вас расскажи о том, сколько было уроков, какие ты оценки получил, какие домашние задания, какое домашнее задание тебе задали. Вот, пожалуйста, вы широкую тематику школьной жизни делаете более дискретной, более понятной, формулируя вот эти три опорных вопроса. И мы таким образом закрываем компонент «ВАЗ». Теперь компонент «ВИ». Как, собственно, говорить, как нам нужно, что необходимо. Учащемуся необходимы определенные редмиты. Какие-то слова, опоры. И вы можете, соответственно, на доске или там в рабочем листе написать те слова, которые сейчас являются активным словарем, они будут составлять опору для этого высказывания. И вот правильная коммуникативная ситуация содержит, посмотрите, направо. В обязательном порядке, на русском языке здесь написано четыре компонента, вот в обязательном порядке содержит тему, предмет, то есть о чем мы говорим, обстоятельства действительности дома с мамой. Компоненты, характеризующие коммуникантов, ребенок, взрослый. И мотивационно-целевые компоненты «Расскажи о том». Вот мотивационно-целевой компонент проявляется в коммуникативной ситуации в конкретной коммуникативной задаче, которая отсылает к тому или иному речевому действию. Ведь «Расскажи о том, как ты провел свой день», это значит, учащийся будет, то есть, ну, участник данной коммуникативной ситуации, он будет прежде всего говорить о том, как он провел день в монологической форме. «Расскажи». Если мы добавим в эту коммуникативную ситуацию, а мама спрашивает у ребенка, какие были успехи в школе, вот это спрашивает у ребенка, это у нас уже соответствующее действие в рамках диалогического общения. Вот так, немножечко общен, так сказать, на пальцах, я вам продемонстрировала, как работает коммуникативная ситуация в ее компонентах. Сейчас посмотрим на коммуникативные ситуации в рамках учебников на разных этапах. Но очень важный теоретический вопрос, который мы сейчас с вами обсудим, это связь говорения с другими видами речевой деятельности. Я сказала, что говорение, продуктивный вид речевой деятельности, это основа овладения коммуникативными умениями, всеми коммуникативными умениями, потому что язык прежде всего существует и живет в устном общении. Аудирование непосредственно связано с говорением, это две стороны процесса коммуникации и невозможное общение без восприятия на слух того, что говорит твой собеседник. Текст для чтения в рамках обучения формирования умений говорения используется как опора, и текст как раз для нас является содержательной опорой, откуда учащиеся смогут почерпнуть фактическую информацию и ее использовать потом в своей речи. Текст для чтения является также поставщиком лексики и при необходимости грамматики, в том случае, если учащийся не владеет достаточным количеством, достаточным репертуаром лексических средств, чтобы выразить свою мысль. Письмо является средством обучения говорению, но только поймите меня правильно, это ни в коем случае не написанный полностью текст, не написанная полностью тема. Письмо является важным средством для обучения говорению с точки зрения каких-то тренировочных заданий, потому что лексические и грамматические задания зачастую выполняются не только устно, но и письменно. А кроме того, письмо является действенным средством фиксации своих мыслей, его порядка этих мыслей для того, чтобы потом осуществлять диалог или монолог. И вот необходимо приучать учащихся к тому, что они дома пишут не полный текст диалога или монолога, а пишут только ключевые слова, опираясь на которые они этот монолог или диалог в классе потом воспроизводят. Почему мы не пишем полностью текстов? Потому что написание текста, вообще письменный текст, он значительно отличается от устного текста. Написать устный текст нельзя, устный текст можно проговорить, написать можно письменный текст. И попытка соединить, сделать письменный текст от начала до конца написанной основой для устного, это заведомо провальная попытка. Приведу конкретный пример. Представьте, что вам предлагают сделать выступление на какой-то конференции. Вы, готовясь к этому выступлению, делаете для себя полный текст доклада. Выучите этот доклад, я не знаю, наизусть. И потом выходите и пытаетесь его рассказать в устном формате, в формате выступления. Естественно, ваша речь будет звучать неестественно. Видите, даже в моем неподготовленном монологическом сообщении вы замечаете какие-то стилистические или грамматические погрешности. Это нормально для устной речи. Если бы я вам сейчас наизусть рассказывала написанный заранее доклад, то моя речь была бы совершенно другой. Это не был бы монолог, это было бы прочтение написанного текста. Так я вам даже больше скажу. Если вы этот доклад написали, рассказали на конференции, а потом через две недели у вас еще одна конференция, сможете вы без подготовки повторить этот доклад еще раз? Нет, не сможете. И можете мне поверить, можете провести эксперимент. Вы не сможете второй раз воспроизвести выученный наизусть письменный текст. Возможно, вы его воспроизведете близко к тексту. Возможно. Но полностью, очень хорошо, так как вы его написали, вы его не воспроизведете. Однако, если бы вы подготовились к этому докладу, написав ключевые слова, и вы смогли бы свободно формулировать свои мысли, потренироваться в этой формулировке дома, а потом на конференции, я вас уверяю, что и через две недели на похожей конференции вы по ключевым словам смогли бы восстановить свое выступление. Это таким образом работает нейронная связь у нас в головном мозге, и только так можно тренировать говорение. Говорение можно тренировать только через говорение. А письмо, еще раз повторюсь, это фиксация некоторых пунктов плана или это фиксация каких-то основных мыслей для того, чтобы ваш монолог или диалог был структурирован. Вот в моем случае для меня ключевыми словами являются слайды, которые вы видите. На них четко обозначены основные пункты, которые я хотела вам рассказать, и последовательность их через слайды тоже прослеживается. Говорение является прекрасным средством для обучения письмой. Конечно, произнесенный текст, конечно, не равен написанному. Но я вас уверяю, то, что вы произнесли, проговорили, обсудили несколько раз, а потом пытаетесь записать, и если этот устный монологический или диалогический текст был хорошо структурирован, то ваш письменный текст будет также структурирован очень хорошо. Но в данном случае, в учебном процессе, говорение является прекрасным средством для обучения таким сложным видом письма, как, например, эссе на старшем этапе. Поэтому я в конце своей презентации еще покажу несколько слайдов, как через учебники в Ундеркинде мы учим, через дебаты и через дискуссии мы учим писать эссе. Существуют три большие группы упражнений для обучения говорения. Они коррелируют, в общем-то, с этапами формирования умственных действий. Сначала это этап, подготавливающий коммуникацию, разнообразные тренировочные задания. Затем это задания, структурирующие коммуникацию, то есть репродуктивные, когда есть уже практически такой образец готовый какого-то высказания, мелодического или диалогического, и вы его, соответственно, воспроизводите, каким-то образом трансформируете. И стимулирующие коммуникацию, то есть продуктивное задание. Посмотрите на две вот эти картинки и скажите, какие из них являются, какие упражнения являются продуктивными, какие типы упражнений вы видите на слайде. Вот слева, где мы видим девушку с чемоданами. Вот что это за тип упражнения, как вы считаете? Один, два, три можете напечатать. Один, подготавливающий, тренировочный, два, подготавливающий, вы считаете, да? Подготавливающий, слева один. Так, есть еще варианты. Я готова не согласиться с вами, это не тренировочное, это задание репродуктивное. Посмотрите, вы видите уже практически готовую структуру высказывания, но в этой готовой структуре отсутствуют некоторые слова, в данном случае прилагательные. То есть структура самого коммуникативного действия, она задана упражнением. Ее нужно только дополнить. Это репродуктивное задание. А вот справа, Lieblings Grammatik Üben, это чисто тренировочное задание. Людмила вот пишет, что я по лексике ориентировалась. Дело в том, что лексические задания тоже могут быть разнообразными. Вот в данном случае, даже с точки зрения лексики, это уже репродуктивное задание. А вот справа, когда нам нужно переформулировать предложение из простых предложений, сложное с предаточным предложением, вот это все еще пока тренировочное упражнение. Посмотрим на другие примеры. Вот посмотрите, еще несколько заданий. Слева, как вы считаете, это задание номер 7. Варум Лейсенвербюхер. Это задание какое? Очевидно, тренировочное задание, как раз лексическое. С одной стороны, это на слово образование задание. С другой стороны, задание на уровне синтагмы, соединять слова между собой, существительные с глаголами. Внизу вы видите «Вас спас цузамы». Это уже задание в большей степени репродуктивное. Здесь даны две части какое-то предложение, две части какого-то высказывания. Их нужно между собой соединить и воспроизвести. Потому что там дальше идет задание как раз «Дайте какие-то советы». То есть уже даны высказывания, их нужно превратить в совет. Такое репродуктивное. И, наконец, справа у нас четко, где очки на картинке, здесь у нас чисто продуктивное задание, стимулирующее диалогическую речь. Вот три группы заданий. Тренировочное, репродуктивное и продуктивное. Здесь есть несколько пунктов, вот на этом слайде, какие важны, какими должны быть условия для успешного обучения говорения. Конечно, это идеальный вариант. Мы все мечтаем, все учили иностранных языков, мечтают о помещении, в котором парты на колесиках, которые можно двигать, делая из них то круг, то группы, то вата двигает к стенам и освобождая середину комнаты для свободного перемещения. Поэтому организация помещений, где есть возможность выйти из-за парты и свободно перемещаться по классу – это идеальный вариант. Важный момент – это свободное говорение. Свободное говорение – это значит говорение в свободной ситуации, когда мы убираем глаза от книжки, когда мы встаем из-за парты. И обратите внимание, если вы делаете задание в вертикальном положении, это немножко другое, чем если вы делаете задание, сидя за партами. Поэтому учащихся надо периодически поднимать, чтобы они вставали и ходили по классу и в свободном перемещении разговаривать друг с другом. Это разные ситуации – и физические, и коммуникативные. Учитель является при обучении говорению помощником или участником коммуникативной ситуации, а не контролером. Наверное, здесь я остановлюсь еще раз на ошибках. Я считаю, что вы можете, естественно, себе фиксировать ошибки в процессе говорения учащихся так, чтобы они этого не очень замечали, потому что сразу они начинают останавливаться, искать в своем высказывании где-то ошибку и потом пытаются ее исправить, что тормозит их дальнейшее развитие мысли. И делайте так, чтобы они этого не видели. И у меня в очном общении с учениями возник вопрос, учителя спрашивали, а когда же эти зафиксированные ошибки, раз уж мы их зафиксировали, когда же их обсуждать с учениками, когда их исправлять? Вы знаете, вы их не исправляете никогда. То есть не имеет никакого смысла просить учащегося вспомнить, что он там сказал 4 предложения назад, или там полторы минуты назад, где он там сделал ошибку. Если он говорит свободно, а не считывает текст с бумажки, где он может исправить, если он говорит свободно, он, я вас уверяю, даже и не помнит, что он сделал ошибку. Возможно, он-то считал как раз, что он ошибки никакой не делал. Поэтому вот это ваше выдернутое из контекста, как там одну ошибка. А помните, что должен был сказать auf dem Stuhl, а не auf den Stuhl. Это никакой роли для ребенка не сыграет. Зафиксируйте ошибки, обратите внимание на то, какие ошибки повторяются в классе. Тогда это некая проблема, которую нужно всем вместе потренировать. Например, все вдруг почему-то начали путаться в формах императива, и вам необходимо еще раз немножко потренировать этот грамматический материал. Или это индивидуальная проблема ученика, и ему нужно дать какие-то определенные дополнительные задания. Потому что вы же фиксируете чаще всего лексические, первое место, конечно, грамматические ошибки, во второй очередь лексические. Поэтому если лексическая ошибка в процессе говорения мешает понять, что говорит ученик, да, вы наводящими вопросами можете эту ошибку исправить, переспросом, или войти в какую-то вот такую роль участника общения. Если это грамматическое, зафиксируйте, потом отработайте с учениками. Возникает вопрос, как же нам тогда оценивать наше свободное говорение, если мы ошибки не фиксируем, а потом их отрабатываем отдельно с учеников. Как нам фиксировать, как нам оценивать все это? А еще раз посмотрите на коммуникативную ситуацию несколько слайдов назад, а потом скачаете презентацию, и вы сможете ее пересмотреть. Когда вы формулируете коммуникативную ситуацию, одновременно вы как бы формулируете критерии, по которым вы можете оценивать высказывания. Это прежде всего содержательные критерии. Первое – это решение коммуникативной задачи. Было ли достигнуто то, что мы хотели? Вы помните, я вам формулировала коммуникативную задачу про рассказ о том, как я провел время в школе. Вот, пожалуйста, если ученик рассказал, действительно, ответил на все три ключевых вопроса, коммуникативная задача решена. Если он не на все вопросы ответил, она решена недостаточно полно и так далее. Второй момент. Вы пишете, помните, вопрос ВИ. Вы можете изначально задать учащимся такой критерий. Использование новой лексики, использование таких-то структур, использование таких-то грамматических явлений. И если учащийся использовал эти грамматические явления, лексические структуры, то, соответственно, ему по этому критерию плюс. Не использовал минус. Вот такой критериальный способ оценки свободного говорения и только он и должен присутствовать у вас на занятии. Критерии вы можете формулировать и должны формулировать только на основе коммуникативной ситуации. Соответственно, критерии могут затрагивать все три аспекта коммуникативной ситуации и добавлять мы к этому можем аспекты вас и ВИ. Это аспекты содержательные и аспекты использования лексико-грамматических явлений. Есть у нас еще с вами такие, мы помним, да, у нас на самом первом слайде, где были требования к говорению, там у нас речь шла об этикете. Вот если учащийся, вы можете задать это в виде критериев, да, если учащийся играет роль ребенка, то он и должен себя вести как ребенок. То есть он должен обращаться, например, к маме на «ты». И мама к нему тоже должна обращаться на «ты». А если у вас в коммуникативной ситуации два взрослых, например, там два родителя, то и дети должны обращаться друг к другу на «вы». То есть они должны соблюдать характеристики коммуникантов. Какие критерии вы зададите? Дело ваше решать вам. Но они должны быть соответствовать, должны полностью соответствовать коммуникативной ситуации и должны быть объявлены ученикам до начала подготовки и выполнения заданий. Попробуйте оценивать свободное говорение на основе критериев и посмотрите, насколько это будет продвигать ваших учеников в сторону мотивированного говорения. Так, количество сказанного. Людмила, спасибо. Мне очень нравятся ваши вопросы, Людмила. Большое вам спасибо. Это очень правильное уточнение. Да, потому что у меня студенты постоянно спрашивают, а сколько слов нужно в монологе? Понимаете, здесь в обычной, вот в такой обычной жизни мы никогда не обозначаем, в обычном общении не обозначаем объем сказанного. Понимаете? И если вы вводите определенный объем, то должно быть не менее чем 5-7 реплик. То это, конечно, технический вопрос, который просто заставляет учащихся выдавить из себя все, что они знают на данный момент. И у нас в контрольно-измерительных материалах тоже есть определенные параметры, количественные. Поэтому, хотя я внутренне против количественных параметров, с точки зрения формального, формально и с точки зрения того, что мы все-таки детей должны подготовить к реальным контрольно-измерительным вешкам, там, к ВПР или к ОГЭ, к ЕГЭ, все же, скорее всего, да. Вы также должны указать количественные характеристики монолога или диалога. Да, то есть должно быть не менее чем столько-то предложений. Либо вот у вас есть три пункта плана, на каждый из пунктов плана вы должны сказать два предложения. Вот так глубоко внутри я против этого, но мы, конечно, должны это тоже учитывать. Спасибо вам большое за вопрос. Вы видите здесь, что ролевые игры на слайде, групповая и парная форма работы, это необходимые условия для развития умений говорения. Потратьте на это время. Пусть дети почувствуют, пусть дети почувствуют, что они могут говорить в различных форматах, и вы сможете тогда им дать возможность чувствовать себя свободнее. Ответ с места, то есть не надо ребенка поднимать при каждом ответе, пусть он говорит там, не вставая. Но мне кажется, сейчас уже это в школах и не приятно. У нас есть несколько стратегий обучения говорению. Наиболее распространенные стратегии, стратегии сверху и стратегии снизу, описание вы видите на слайде, стратегия сверху, это стратегия от диалога модели или монолога модели с разбором коммуникативной ситуации, на основе которой был этот диалог построен. Затем работа с диалогом, мы его читаем, мы работаем над языковыми средствами внутри этого диалога, затем его трансформируем и делаем свой диалог по образу. И стратегия снизу от коммуникативной ситуации. Сначала работа над языковыми средствами, затем над содержанием диалога, над структурами, потом составление плана, конспекта диалога или монолога и реализация своего высказывания. Очевидно, что стратегия сверху возможна только в том случае, если у нас стандартная коммуникативная ситуация и чаще всего начало, начальный этап обучения. А стратегия снизу в том случае, если у нас нестандартная коммуникативная ситуация и какого-то модель, диалога модели, мы или монолога модели, мы не можем предоставить. Посмотрите, на начальном этапе главным, как я уже сказала, является стратегия сверху на основе диалога модели. Вот, пожалуйста, второй класс. У нас маленькие диалоги, и мы должны эти диалоги, в общем-то, сначала проиграть, проинсценировать, а потом заменить в них слова, чтобы у нас получились диалоги похожие. Большую роль на начальном этапе для и тренировочных, и репродуктивных, и продуктивных заданий играют картинки. Вот слева мы видим картинки для тренировочных заданий, а справа это картинки, которые показывают коммуникативную ситуацию и действия участников коммуникативной ситуации в репродуктивных заданиях. Посмотрите, очень большую роль для развития умений говорения в начальном этапе играют принятие определенных ролей. Вот в учебниках 2-4 классов есть герои, которые действуют, общаются между собой в различных ситуациях, и учащиеся, они включаются в игру, у них начинается вот такая ролевая игра, они принимают на себя роли друзей этих героев, знакомятся с ними, начинают переживать их события, которые происходят в их жизни, и таким образом, естественно, включаются в ситуацию общения. На начальном этапе при отборе грамматического материала для продуктивного говорения используются речевые образцы. Здесь автор не вводит никаких грамматических терминов, грамматических упражнений, а просто показаны вот в таких квадратиках мемо, показаны основные речевые образцы, которые автор потом включает в различные задания. На среднем этапе перед нами стоит задача уже начинать говорить свободно, то есть мы начинаем формировать вот этот путь снизу через ассоциограммы и структуры. И вот, например, в данном случае вы видите маленький такой есть коммуникативная ситуация, такая, скажем так, начало диалога, и даны реплики, которые в диалог-то, в общем-то, еще и не соединены. Учащиеся, используя завязку диалога, используя, там есть коммуникативная ситуация, она дана не в данном задании, а в задании чуть выше, используя данные речевые средства RedMetal, они структурируют свой собственный диалог. А справа вы видите прекрасную ассоциограмму, которая помогает, ну тут ее главная, конечно, задача – это расширение лексического запаса словаря, но тем не менее эта вот начальная ассоциограмма позволяет дополнить ее глаголами, прилагательными, а потом использовать как опора для своего высказывания. Говорение на основе текста для чтения. Как я уже сказала, это очень важное средство обучения говорению. Это используется на среднем и старшем этапе повсеместно. Вот в данном случае учащиеся читают текст, а потом на основе этого текста они обсуждают, как можно сделать плакат против вредных привычек. И вот ситуация – это «Ein Gesundheitstag in der Schule» – текст об этом, потом в рамках этой ситуации проектное задание сделать плакат. Говорение на основе текста для аудирования. Учащиеся прослушивают диалог, потом отмечают там, выполняют задание на проверку понимания диалога, и на основе этого диалога они составляют свое собственное высказывание. А вот справа «In der Stadt oder auf dem Land» учащиеся, опять же, прослушивают там определенные высказывания героев, а затем при помощи картинок как стимула, отдельных слов как речевых средств и идеи, которые они восприняли в аудиотексте, формулируют свое мнение о плюсах и минусах проживания в городе. Несколько теоретических моментов, как обобщение темы говорения на основе текста для чтения или аудирования. Это очень хороший, еще раз повторюсь, способ формирования умений говорения, диалогических и монологических, потому что текст дает нам очень много содержательных опор, и лексических в том числе. Обучение на основе текста для чтения чуть проще, текст всегда у нас перед глазами, можно в нем что-то подчеркнуть или выписать. Если мы обучаем говорения на основе текста для аудирования, необходимо еще произвести такой промежуточный момент, необходимо прослушать текст и зафиксировать некоторые слова и выражения в письменном виде, а потом только это использовать в своей речи. Но общая идея состоит в том, что мы отдельно работаем над чтением или на аудирование, а затем отдельно работаем над переработкой текста, информационной переработкой текста, над присваиванием лексики и извлечением предметов содержания. И потом мы продолжаем эту содержательную часть включать в серию заданий при обучении говорению. Это могут быть снова тренировочные, репродуктивные и, наконец, продуктивные задания. На старшем этапе перед нами стоит большая задача подготовки учащихся к устной части ЕГЭ, кроме всего прочего. И вот такую возможность учебники 10-11 класса нам предоставляют. Некоторые трудности, которые... Здесь у меня слово «олимпиада» стоит, но это просто слайд немножко из другой презентации, я его еще добавила. На самом деле мы можем просто написать основные трудности при подготовке к устной части ЕГЭ. Неважно. Дело в том, что у нас самый важный момент это реализация таких умений, как умения рассуждения. И эти умения рассуждения, они реализуются в ЕГЭ, точнее проверяются в ЕГЭ, как в устной форме, когда необходимо сравнить две картинки, так и в писанной форме, когда мы пишем эссе. И вот эти трудности, вот эти умения здесь перечислены, умение рассуждать, умение подбирать аргументы, формулировать свое отношение, выстраивать логичную систему аргументации и сделать выводы. Вот все эти умения мы стараемся формировать как по отдельности, так и вместе. И мы еще сталкиваемся с тем, что как в ОГЭ, так и в ЕГЭ учащиеся начинают оцениваться в процессе говорения не только их произнесенный текст оценивается, но и также они вынуждены, понимаете, общаться, как вот сейчас я делаю это, с компьютером. И у нас общение с компьютером становится немножко суррогатом реального общения. Мы абсолютно не можем помочь себе мимикой или жестами. Мы должны понимать, что у нас высказывание, оно записывается здесь и сейчас, у нас нет возможности репетиции, и оно и сиюминутно. То есть учащиеся записывают сразу в прямом эфире. И это трудно. У учащегося практически нет времени для обдумывания плана высказывания и отбора лексико-грамматических средств он поставлен в ситуацию определенного цейкнота. Вы должны понимать, что сколько бы вы ни писали бы диалогов или монологов непосредственно на экзамене, он будет использовать тот лексико-грамматический репертуар, который он оттренировал в процессе говорения, то есть тот, который ему предоставит оперативная память. Как следствие, используются более простые грамматические конструкции, эллипсы, языковые варианты норм. Вот как раз в отличие от нормального говорения перед компьютером медсобеседника. Это очень сильно усложняет ситуацию, и учащиеся не могут каким-то образом реагировать на своего собеседника. Он его не поддерживает, и, к счастью, конечно, и не каким-то образом сбивает с толку, но и не поддерживает. И у нас в учебниках 10-11 класса эти все сложности учтены, и они решаются посредством серии заданий, которые включают в себя как тренировочные, как так и репродуктивные, продуктивные упражнения. Вот лексико-грамматические навыки всегда тренируются во взаимосвязи с тематикой, проблематикой параграфа и вносят свой вклад как тренировочные задания в оформлении умений говорения. Очень важное умение, например, вести дебаты является прекрасной подготовкой как к устной форме экзамена, так, как я уже сказала, к написанию эссе. В процессе дебатирования учащиеся учатся свободно и излагают свои мнения, стараются тренировать себя в убедительности аргументации, стараются тренироваться делать выводы, и дебаты являются, ну, такой довольно-таки дискуссией, дебаты универсальной формой работы над спонтанным аргументированным говорением в форме рассуждения. В учебнике присутствуют целые комплексы заданий на умение вести дебаты. Вот, например, правила ведения дебатов, у нас есть справа, вот в рабочей тетради такое задание, слева вы видите какие-то опорные слова и выражения, тематику, которая может быть предоставлена учащимся для ведения дебатов на тему а прямо вы видите очень важные слова и выражения для ведения дебатов, которые, если вы сейчас смотрите повнимательнее, которые, в общем-то, могут быть также транспорированы и на слова и выражения, важные для описания эссе. В учебнике присутствует большое количество различных заданий, присутствует большое количество заданий, которые связаны с нелинейными текстами. И вот эти нелинейные тексты, различная статистика, майндмэп или, в данном случае, инфографика, например, там внизу вы видите справа, все это позволяет учащемуся говорить на основе таких опор, которые не являются сплошным текстом. То есть, с одной стороны, они являются для него опорой, дают какую-то информацию, структурируют высказывание, с другой стороны, он не привязан к этому тексту, как если бы он писал тему, например. Целые серии заданий, которые выводят в какие-то такие формы речи, например, ролевые игры. Здесь вы видите некоторые задания, если вы посмотрите более внимательно, это целая серия заданий, у вас будет презентация, вы это рассмотрите, не буду останавливаться подробно, на каждом задании. И вот в итоге, в задании F, вы видите определенную ситуацию коммуникативную, в которой участвует несколько коммуникантов, они представляют разные роли, и необходимо в виде ток-шоу обсудить ту или иную проблему. правила ведения ток-шоу, определенные шаги, которые необходимы предпринятие для реализации такой коммуникативной задачи, вот у нас представлены на этом слайде в данных упражнениях. Здесь есть также слова и выражения, которые помогают структурировать модератору, ведущему порядок проведения ток-шоу и высказывания коммуникантов. Так, и еще раз хочу повторить в последнем слайде очень главную мысль. Ошибка это как раз то, что ведет нас к успеху, ошибка это ступенька к овладению любым умением, и ошибки не надо на них фиксироваться, ошибки нужно исправлять, но исправлять их нужно в другое время и с другими заданиями, а не в то время, когда учащийся наконец, к счастью для нас свободно говорить на занятии. Если у вас есть вопросы, есть у нас один маленький вопросик про олимпиаду. Почему задания для седьмых, восьмых классов почему так углублено настроение? Я, Людмила, не могу отвечать за олимпиады, я их не составляю, я никаким образом к ним не имею отношения, поэтому я не могу сказать, почему задания для седьмого, восьмого класса не отличаются от старших классов, и для меня тоже большой вопрос, зачем так много страноведения. К сожалению, ничего не могу сказать по этому поводу, здесь часть, вы видите, часть слайдов была, у меня есть в процессе с презентацией по поводу того, как готовить к олимпиадам через учебники с помощью учебников в интеркинде плюс и определенные задачи подготовки вкусной части, вкусному туру олимпиады мы решаем, но о задании по страноведению я с ними знакома, я знаю, как они выглядят, я видела их много раз, задания по страноведению действительно слишком углубленные, я с вами солидарна, мне кажется, что это излишне, но я, к сожалению, не отвечаю за их составители. Дорогие коллеги, если у нас с вами больше нет вопросов, на которые мне нужно сейчас ответить, то я должна с вами сейчас прощаться, потому что у нас в продолжении будет следующий вебинар, я вас приглашаю следить за анонсами вебинаров издательства просвещения, надеюсь, что мы с вами еще увидимся и большое вам спасибо за интерес к вебинарам, спасибо вам за то, что вы используете учебники издательства просвещения и спасибо вам за то, что вы несете в наше общество такой важный предмет, как миниски язык. Спасибо вам большое и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok